Алло! Алло! Привет! Привет! Смех сегодня был. Ну, мы сидим, у нас там радиостанция есть, и слушаем переговоры. Ага, переговоры? И там, да, и там говорят, ну, наши, типа, как там, зенитчики, готовность номер один, скоро прилетят в течение 10-15 минут два самолета. Ага. Следующее послание говорят. Они уже отработали по нам, улетели. Все, отбой. Они прилетали вообще, да? Прилетали, нет? Да, да. Как понять, по нам? Побомбили, что ли? Да, да. То, что зенитчикам только сказали, типа, готовности, а там уже хохлы прилетели, уже отработали и улетели. И улетели. Вот так. Опаздывает, связь. Сейчас. Связь опаздывает. Саш, а напалм, сказали, будет работать. Просто, наверное, нахрена вам нужен этот напалм? Что толку-то с него. Толку? Вот фосфора вон толку нету. Фосфора мы хреначем в шуках. Они как же лучи тараканы, да? Ну, фосфоры, кассеты. Вообще, плевать. Ну, нет, как бы, от фосфора-то, конечно, не плевать, там все плавит. Зато ночью это очень красиво выглядит, когда фосфоры... Ну, вас обстреливают, нет? Ну, каждый день. Вот, сволочи, хохлятское отродье. Да уроды теперь. Нас давят они. Ну, к вам... Мы проигрываем пока. Ну, это у вас проигрывают, а там-то выигрывают. Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле, тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут. Не скажут правду никогда. Мы проигрываем. Почему? Ну, давят нас, давят. Вот так вот. Сколько у вас осталось-то? Шизы не шиша. Ну, ладно. Зачем так? Ну, сколько у нас? Первый батальон и мой третий батальон. У нас должно быть около 90 танков. А у нас осталось, знаешь, сколько? У нас осталось, ну, танков 14, наверное. Если все вместе взять за полк. Из полка осталось 14 танков. А артиллерии у вас нет? Есть. Есть артиллерия. Да, но она настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи. Так что все грустно. Ну, почему пацанов привезли в Нару, Наруфа-Минск, Москва? Обучили два дня там на танках артиллеристов, два дня за артиллерией сидеть. По два дня обучили и все, отправили на передок. И они не могут попасть вообще. Просто не могут. Ну, просто это жесть вообще. А то смотрю, что-то Путин сдох уже, по-моему. Чьи гервы закончились, чьи что-то уже, я так понял, воевать уже не хочет уже. Ах, ничего и не хотел. По-моему, надо. Все уже, да, все сказали, что те, которые с февраля месяца уже скоро нахрен, все поразбегутся и что вы с ними сделаете? Потому что у людей уже нет причин, и возможности нет, и не желания у них. Да я за россиян говорю. Я вообще за россиян говорю. Да, россиян. Там уже они сливаются уже, я говорю. Они вот на нас все повесили. Так что я говорю, хохлама и памятник поставить. Они развеяли миф о непобедимой российской армии.